Мы хостинговая компания, занимаемся хостингом, но могу сказать, что, конечно, в последние годы хостинг превратился уже в такую штуку, что называется комодить, достаточно простая вроде бы вещь. И все нюансы, они, собственно говоря, связаны уже вокруг с тем, что дается вместе с хостингом. Поэтому мы в своем докладе решили осветить аспекты, больше связанные с безопасностью, с SSL-сертификатами в частности, потому что это очень важный аспект в сегодняшнем современном мире, потому что весь, собственно говоря, e-commerce, он так или иначе проходит через хостинг. Поэтому очень важно понимать, насколько безопасно у вас все делается, насколько все это делается правильно и удобно. И я доклад буду делать не сам, у меня в компании много специалистов. Вот Сергей Шаленко доложит, собственно говоря, про эту тематику поподробнее. Доброе утро, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей, я инженер технической поддержки компании Rusonics. Тема моего сегодняшнего доклада это как достичь рейтинга А-плюс у SSL-сертификата и другие аспекты безопасности. Дело в том, что если посмотреть на обнародованные данные Министерства внутренних дел России, то все довольно печально. Печально что? Печально то, что если взять 2013 год, то сумма всех преступлений, которые были совершены в киберпространстве, составляет 30% от общего числа и это около 11 тысяч инцидентов. Если посмотреть на 2015 год, то мы видим, что количество преступлений выросло. Дело в том, что по статистике некоторого ресурса, о котором я буду в дальнейшем говорить, также можно увидеть, что довольно серьезные проекты, которым мы доверяем свои деньги, такие как интернет-магазины, такие как банки, подвергаются довольно большом количестве к различным... Большинство банков и крупных интернет-магазинов подвергаются многим хакерским атакам. Поэтому так как речь идет о деньгах, я думаю, как раз тема безопасности довольно актуальная на данный момент. Я думаю, многим из сидящих здесь в зале приходилось настраивать платежные системы в продуктах CMS Bittrex, верно? Так вот, любая платежная система принуждает нас использовать защищенные HTTPS соединения, SSL-сертификаты. Это прихоть или это действительно мера безопасности? Для того, чтобы в этом разобраться, давайте посмотрим, что такое вообще SSL-сертификат. SSL-сертификат – это криптографический протокол, который обеспечивает защиту данных, передаваемых по сети интернет. Во-первых, данные, передаваемые по сети интернет, должны быть конфиденциальны. Пользователи, клиенты наших сайтов, они не хотят, чтобы их логины, пароли, имейл-адреса, банковские счета, либо же номера кредитных карт были обнаружены в сети интернет. Во-вторых, данные, которые передаются по сети интернет, если они даже перехвачены хакером во время онлайн-транзакции какой-то, они должны быть неприкасаемыми, то есть он не может их направить в своих целях, либо изменить. Далее, что немаловажно, это любая уважаемая себя организация должна позаботиться о том, чтобы клиент был уверен в достоверности данных о организации и о их юридической чистоте. И последний немаловажный факт – это выполнение национальных и международных предписаний о защите информации. Это касается особенно тех организаций, которые планируют в итоге свой онлайн-бизнес перевести на мировой рынок. Как вообще это работает? Когда мы заходим на защищенную страницу, наш браузер посылает запрос серверу. В этом запросе, я не буду вдаваться в том, как это работает на пакетном уровне, я расскажу в общем вкратце. Он передает ID своей сессии, далее он передает набор тех шикров, с которыми браузер может работать, а также по какому протоколу. Далее сервер, в свою очередь, принимает эти данные и решает, по какому протоколу они будут общаться в дальнейшем, какими наборами шифров они будут шифровать информацию и отправляет данные вместе со своим сертификатами, открытым ключом, браузеру. Браузер в свое время их принимает. Далее он проверяет сертификат, не отозван ли, не просрочен ли сертификат, убеждается в доверенности сертификационного центра, который ему его выписал. Далее шифрует информацию открытым ключом и вместе с нужными серверу данными передает их серверу. Сервер эти данные получает. В этот момент он расшифровывает эти данные с помощью своего закрытого ключа. Потом они параллельно генерируют оба симметричные ключи, с помощью которых они будут шифровать в дальнейшем данные. И уже сервер шифрует эту информацию симметричным ключом, отправляет браузеру и уже восстанавливается у нас защищенный канал связи, по которому они в дальнейшем обмениваются информацией. Какие вообще бывают виды SSL сертификатов? Вообще их есть три основных. Первый вид это DV, Domain Validation. Этот сертификат подтверждает доменное имя. Также у него есть подтип, это Wildcard. То есть с помощью этого подтипа мы можем защитить все поддомены на одном уровне. К примеру, либо SSL.Rusonics.ru, либо SSL2.SSL.Rusonics.ru. Далее, не менее распространенный тип это Organization Validation. Помимо того, что он подтверждает домен, он также подтверждает организацию. То есть когда вы посылаете SSL запрос в сертификационный центр, они проверяют действительно ли существует такая организация с таким ИНН и выписывают вам сертификат. У него также есть подтип Wildcard, о котором мы говорили ранее. Третий распространенный тип это Extended Validation. Он также подтверждает доменное имя, он также подтверждает организацию. Только для его выписки вам придется предоставить довольно-таки много документов о своей организации. То есть проверка идет более расширенная. На выписку этого сертификата требуется довольно много времени, а также он гораздо дороже стоит. У него нет подтипа Wildcard, но нам приходит на замену MDC. Он позволяет нам в принудительном порядке перечислить количество доменов, которые будут защищать этот сертификат. Менее распространенный это мультидомены. UCC SSL сертификат. Он в основном используется для защиты почтовых служб, таких как, к примеру, Microsoft Exchange Server. И он мультидомен, то есть защищает много доменов до 100. Organization Server Signs Global IP сертификат. Тут все просто. Он защищает все доменные имена, которые расположены на одном IP-адресе. И последний такой вот сайдинг сертификат. Он используется разработчиками. Данным сертификатом можно подписывать программное обеспечение, то есть оно подтверждает автора этого программного обеспечения, а также нам гарантирует то, что скрипты либо программное обеспечение не изменялось с тех пор, как была нанесена цифровая подпись. Достаточно ли просто установить сертификат? Мы можем ли быть полностью уверены в том, что данные наших пользователей, клиентов сайта безопасны? Для того, чтобы в этом убедиться, мы поговорим о следующем тезисом. Это способы тестирования SSL, то есть с какими ресурсами их можно тестировать. Также мы установим SSL сертификат на сторонний сервер, протестируем его с помощью ресурса SSLabs и проведем по результатам тестирования оптимизацию этого сервера. Сразу скажу, что для тестирования я выбрал не наш сервер, это был сервер абсолютно другой организации. У него был ряд предустановленного ПО, на фронт-энде был Nginx вместе со связкой Apache на бэк-энде. Также с помощью панели я мог прямо в панели установить SSL сертификат без каких-либо вмешательств настройки сервера. После установки сертификата я получил, также минуту расскажу о нашем SSLabs, это ресурс, который принадлежит компании Qualis. Эта организация с 1999 года занимается облачной защитой. Поэтому, я думаю, этому ресурсу можем доверять. В итоге мы получили довольно плохой результат. Это C. И первое, на что я хочу обратить внимание, то что наш сервер до сих пор поддерживает старый протокол, уязвимый протокол SSL3. То есть мы уязвимы к Poodle-атаке. Так называемая Poodle-атака, она создана для того, чтобы перехватывать как раз-таки данные и расшифровывать. Злоумышленник может намеренно нашего клиента заставить использовать неактуальный SSL протокол 3, который уязвимый, и с помощью эксплуатации данной уязвимости перехватить данные и прочитать их. Я буду приводить примеры оптимизации конкретно на веб-сервере Nginx, потому что, в принципе, чтобы не дублировать информацию, потому что на Apache они будут точно так же настраиваться приблизительно. Логично на сервере будет отключить SSL3 протокол. Это делается в виртуальных хостах, в блоке сервер. Мы в директиве SSL протокол просто убираем SSL версии 3, оставляем TLS версии 1, 1.1, 1.2. Они на данный момент защищенные. Конечно, более надежным будет оставить только версию 1.1 и 1.2, но вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, и о них я буду говорить немного позднее. Второе, что нам приходит в глаза при тестировании, это старый набор шифров. Дело в том, что старые браузеры клиента могут поддерживать те наборы шифров, которые также уязвимы к различным атакам. Поэтому я привел вам наглядный пример, как выглядят актуальные шифры. Запомнили? На самом деле я для наглядности показал, как они будут выглядеть, где их можно актуально получить. Я вам также расскажу немного позднее. После того, как мы настроили протокол, по которому будем работать, а также установили актуальные шифры на сервер, пора позаботиться о том, чтобы клиент выполнял четко наши указания. Это делается с помощью директивы SSL prefer server shippers. Эту директиву необходимо включить. Таким образом, мы приоритетными выставляем шифры сервера, а также защищаемся от многих атак по типу logjam, либо же beast, либо же freak-атаки. Второе, за что нас сурово наказал SSLabs, это то, что у нас используются слабые параметры файла ключей Диффи Хельмана. Мы получили из-за этого B. Генерируется этот ключ с помощью следующей команды. OpenSSL, DH, Param, Out. Также указываем путь к нашему будущему ключу. И длина ключа 2048. Почему 2048? Многие из вас, возможно, скажут, что необходимо использовать 4096 длину ключа. Возможно, это безопаснее, но на продакшн сервер я это не выставлял бы, потому что ваш сайт просто-напросто будет грузиться дольше, загружаться. И к тому же 2048 довольно-таки безопасная пока что длина ключа. Следующее, на что хотел бы обратить внимание, это механизм HSTS. Что он делает? Во-первых, для того, чтобы установить этот заголовок strict transport security, нам необходимо перекомпилировать Nginx вместе с модулем HTTP header. После того, как мы его перекомпилировали, мы добавляем следующий заголовок, который указан на слайде. Для чего? Мы принуждаем нашего клиента, даже если он принудительно прошел по HTTP ссылке, он все равно, мы форсируем его использовать именно HTTPS протокол. С одной стороны, это хорошо, но это влияет на SEO-оптимизацию. Поэтому перед тем, как устанавливать данный заголовок, я бы проконсультировался с вашим коллегой, который занимается SEO-оптимизацией сайта. Далее. Мы видим, что у нас отключен OCSP-степлинг. Что это такое? Вообще, о протоколе OCSP, это онлайн сертификат статус протокол. Он был изобретен на замену старого варианта CRL, который нам сертификационные центры раз в неделю приблизительно генерировали список отозванных сертификатов. Далее, когда браузер подключался к нашему серверу защищенному, он скачивал список этих отозванных сертификатов, проверял, есть ли в списке наш сертификат, если нет, подключался к сайту. Это довольно-таки время затратная процедура, поэтому был изобретен протокол OCSP. Но в нем также есть недостаток, о котором скажу немного позднее. Включить степлинг можно также в блоке сервер директивами SSL-степлинг-он, SSL-степлинг-верифай-он, также указываем путь к нашему корневому сертификату. И Resolver обычно ставят 8-8-8-8, гугловский паблик DNS. Но если у вас есть свой DNS на сервере, то я бы рекомендовал поставить localhost. Итак, о недостатках самого OCSP. Дело в том, что для того, чтобы проверить, не отозван ли сертификат, мы делаем 4 манипуляции. Заходим, подключаемся к DNS, чтобы получить IP-адрес веб-сервера, подключаемся к веб-серверу, получаем сертификат, и далее, чтобы проверить его, отозван он или нет, мы обратно подключаемся к DNS, получаем IP-адрес сертификационного центра, и тогда уже получаем статус. Что такое степлинг? Степлинг нам позволяет самому веб-серверу, кстати, да, о недостатках, почему? Помимо того, что мы делаем лишние действия, мы также нагружаем сам сертификационный центр. То есть представьте, если каждый клиент подключается к серверу и запрашивает лично. Чтобы этого не происходило, чтобы это не уменьшало скорость загрузки вашего сайта, мы включаем OCSP степлинг. Он позволяет самому веб-серверу подключиться к OCSP-распондеру, скачать информацию о том, не отвознан его сертификат. Вот сам сервер кеширует эти данные у себя на сервере. Далее мы подключаемся только к DNS, подключаемся к веб-серверу и получаем уже данные вместе с SSL-хендшейком, то есть с SSL-переговорами. Следующий этап оптимизации, чтобы ускорить как раз-таки процесс SSL-рукопожатия, так сказать, это включение Speedy протокола. Этот протокол был разработан компанией Google. Я предупрежу сразу, что данный протокол нестабилен, об этом заявил сам разработчик, но тем не менее, если посмотреть статистику на SSLabs, то его довольно многие проекты успешно используют. Как он работает? Когда мы делаем хендшейк, обычно это занимает от трех до пяти этапов. Что происходит в случае с протоколом Speedy? Мы это все делаем в одном соединении. Как можно его включить? Во-первых, нам придется перекомпилировать Nginx, включив модуль Speedy. Далее нам потребуется OpenSSL обновить до версии не менее 1.01.a. Включить этот протокол можно, опять же, в блоке сервер, в директиве Liston, просто добавить после SSL протокол Speedy. Еще один нюанс, на который я хотел бы обратить внимание, это session resumption, кеширование. Когда мы подключаемся, как я рассказывал ранее, к серверу первый раз, клиент передает ID сессии. Сервер этот ID сессии, если при нужных настройках, сохраняет. И далее, когда мы повторно уже подключаемся к нашему серверу, мы, если совпадает ID сессия, можем подключиться без предварительных SSL переговоров. То есть, опять же, загрузка к наш страниц увеличивается. Включить его можно следующими директивами. Я сделал тестирование до наших настроек, и после было выбрано среднее число. Если вы видите на первом до скриншоте, SSL negation занял у нас 93 миллисекунды, после 82. То есть, прирост буквально в 10%, но тем не менее, если прибавить это к полному количеству времени загрузки сайта, то это довольно-таки неплохо. Во всяком случае, просто неплохо. Понятно, что не каждый из вас обладает навыками системного администрирования здесь, поэтому я предлагаю все вышеперечисленное забыть и немного упростить задачу. Объясню сейчас, каким образом. Дело в том, что если в Google я ввести хэштег Mozilla SL configuration generator, то мы попадем на страницу, где на ресурсе Mozilla Foundation можно будет в несколько кликов сформировать уже готовый виртуальный хост с нужными нам настройки, которые вам дадут как минимум результат A в SSL Labs. Мы выбираем веб-сервер, к примеру, Nginx, выбираем уровень шифрации Modern, то есть самый безопасный, и указываем версию сервера. В итоге, после генерации нашего конфигурационного файла мы получаем все директивы, которые нам необходимы. Недавно появился немного нашумевший проект. Хотел бы о нем рассказать. Это Let's Encrypt. Ребята себя позиционируют таким образом, что в общем будущем весь трафик, который работает сейчас по HTTP, они хотят переделать в HTTPS по умолчанию. Ну, в принципе, неплохая идея. Удачи ребятам. Я их поддерживаю в этом. И мне захотелось, конечно же, протестировать. Я скачал с ихнего сайта Python-плагин. Да, я его устанавливал минут 30, потому что он немного еще не оптимизирован под многие версии Python. Но, тем не менее, мне удалось действительно установить довольно быстро сертификат. Я получил DV, Domain Validation сертификат, который подтверждал мой домен, а также www.subdomen. Он был автоматически включен в мой веб-сервер, но есть немного быстрее способ. Если у вас сервер поддерживает предустановленную панель Плеск, то в разделе расширения вы можете в два клика скачать расширение Let's Encrypt, установить его, и введя просто ваш домен и email адрес, он автоматически также будет установлен на сервер, что довольно-таки удобно. Важно отметить, что данный сертификат выписывается только на 90 дней, и его необходимо будет обновлять. Это можно сделать так же просто. В панели Плеск просто нажать кнопку Renew. Как же в итоге достичь рейтинга A+. Итак, мы выполнили по оптимизации. Это отключили уязвимые SSL протоколы. Версии 1, 2 и 3 SSL. Актуализировали набор шифров. Дальше мы сгенерировали надежный ключ DHParam. Включили механизм HSTS. Ускорили SL переговоры с помощью OCSP степлинга. Ускорили SL переговоры с помощью Speedy. А также включили киширование. На что следовало бы обратить внимание. Дело в том, что после того, как мы получили рейтинг A+, мы можем видеть, что многие старые девайсы, а также браузеры не могут подключиться к нашему сайту. Потому что они просто не поддерживают те наборы шифров, либо же протокол. Поэтому, когда мы выбирали как раз-таки в Mozilla конфигураторе Modern, я бы вам рекомендовал выбрать все-таки Intermediate. Эти шифры будут также надежны, протоколы будут также надежны, но при этом вы получите оценку A, что в принципе не критично. Но тем не менее вы не потеряете многих потенциальных клиентов вашего сайта. Вот результат, в принципе, проделанной нами работы. Это A+. Помимо этого, я хотел бы также поговорить о самой безопасности сервера, потому что устанавливая SSL сертификат на сервер, это не значит, что данные ваших клиентов полностью безопасны. Под себя, дело в том, что после дня будет выступать коллега, он вам расскажет более подробно о безопасности самого сервера, КМС и так далее. Но от себя я хотел бы посоветовать. Вот то, что я наблюдаю каждый день в технической поддержке, это разграничивайте ваши сервисы по разным, как минимум, ВПС-серверам. К примеру, такой пример из технической поддержки. Часто клиенты обращаются с тем, что у них есть проблема со спамом. То есть либо их заспамили, либо они получили уязвимость на сайте, им загрузили скрипт, который отправляет много спам-сообщений. В итоге у клиента забиваются либо айноды, либо дисковое пространство. В итоге он обращается к нам с какой проблемой? Не проблемой спама. У него не работает банально сайт, потому что у нас элементарно не могут выполняться input, output действия. Сайт не работает, баз данных не работает. Далее проставлять. Кстати, Bittrex как минимум умеет разворачивать коробки веб-кластер. Это довольно удобно. Далее проставляйте всегда корректные права на файлы директории. На директории 7.5.5, на файлы 6.4.4. К счастью, Bittrex это тоже умеет по умолчанию. Не оставляйте никогда файлы без пользователей группы. Проставляйте корректные пользователи группы. Этим злоумышленник тоже может воспользоваться. Просматривая недавно серверы, мне понадобилось зайти всего лишь на третий сервер, чтобы увидеть в varlog secure о том, что идет подбор паролей. Не ставьте легкие для понимания человеку пароли, которые поддаются подбору. Помимо этого вы можете как минимум ограничить доступ, к примеру, к 22 порту и другим портам IP tables, то есть файрволом сервера. Также я советовал бы отключить такие службы и не пользоваться ими, такими как FTP, лучше использовать SFTP. Не используйте telnet, используйте SSH и тому подобное. Также вы должны понимать, что безопасность вашего сервера напрямую зависит от того, кто именно управляет этим сервером, а также от вас. В противном случае вы однажды можете проснуться утром и увидеть на своем сайте приблизительно такое. Также я хотел сообщить вам о том, что мы с нашими коллегами решили устроить так называемый свой форсаж с Blackjack и подарочными SSL сертификатами. Поэтому, если кому-то интересно, вы можете более подробно посмотреть на нашей стойке. Она находится немного далее. Ну и спасибо за внимание. Мне было очень приятно открывать данное мероприятие. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста. Да, я слушаю. Секунду, секунду. Я дам микрофон, чтобы у нас все было в записи. Зайцев Дмитрий, вот вы говорили про Let's Encrypt. Вообще, как их сертификаты сейчас везде считаются доверенными? Все с ними нормально или стоит чуть-чуть еще подождать при установке? Он считается абсолютно доверенным, таким же, как вы покупаете. Единственное, что он защищает только доменное имя и субдомен. И также вы не получите зеленой строки, как раз так, о которой я говорил, Extended Validation сертификат. То есть вы не подтверждаете организацию. Когда клиент заходит на ваш ресурс, к примеру, даже не клиент, возьмем меня. Я, когда захожу покупать что-то в интернет-магазине, обязательно обращу внимание, какой организации принадлежит этот интернет-магазин. Если я, конечно, не уверен, что это интернет-магазин какой-то известной организации. Еще есть у кого-то вопросы? У меня есть вопрос. Вот если отключать всякие устаревшие протоколы, которые небезопасные, у вас, может быть, на собственных проектах есть какая-то статистика, какой долей клиентов, которые пользуются старыми браузерами, которые все это новое не поддерживают, вы жертвуете? По этому поводу не мы ведем конкретную статистику, а как раз-таки ресурсы Scell Labs, если найти на их главную страницу, там есть подробная статистика. Нет, это понятно. Она некая такая средняя по больнице. Вот на практике какие? То есть понятно, от проекта к проекту может отличаться. То есть что-то может быть заточено под каким-нибудь старой корпоративной системой, и там процент будет большой, где-то меньше. Вот вы на собственной практике, может быть, на клиентах, где самые такие наибольшие жертвы были? То есть мы, например, у себя тоже думали, в какой-то момент смотрели, смотрели там на том же Bitrix24. Мы на порталах сделали в итоге там А+, сознательно какие-то вещи подключали. Мы просто поняли, что если старый браузер, то он у нас и функционал продукта уже не поддерживает на уровне того же JavaScript, и мы сознательно этим пожертвовали. Вот может быть у вас какие-то там примеры прямо живые есть? Примеры живые есть. Я могу сказать, у меня лично нет каких-то интернет-магазинов, я не могу как-то отслеживать, сколько пользователей я на самом деле потерял, ограничив их от старых шифров и также протоколов. Но часто поступают сейчас запросы в техническую поддержку, добиться рейтинга конкретно таки А+. То есть люди действительно владеют довольно крупными интернет-магазинами, судя по ихнему отцеслогу, и они готовы жертвовать старыми. Ради своей безопасности, ради безопасности данных своих клиентов, они готовы жертвовать клиентами, которые используют старые браузеры. Понятно. Спасибо. Прокомментирую еще чуть-чуть этот вопрос. На самом деле у нас частенько такое бывает, что клиенты просят установить SSL-сертификат, либо у нас покупают, либо просят установить. И бывают такие конфликтные какие-то ситуации, что вот у меня там такой-то протокол не поддержится, еще что-то. То есть начинаются такие прям скандалы, что ребята, сделайте мне вот, чтобы все вообще, все было бы. Но когда начинаешь детально разбираться, выяснять ситуацию, то оказывается, что в принципе очень низкий процент людей, которые продолжают чем-то устаревшим пользоваться, а риски все-таки достаточно большие. Когда ты это клиенту объясняешь, что да, он соглашается, но в принципе да, зачем мне лишний риск в моем интернет-магазине для моего бизнеса по сути. Лучше я действительно буду использовать самые современные последние практики и избегу просто этих рисков. То есть большинство людей все-таки соглашаются, очень редко находится кто-кто требует каких-то очень серьезных кастомных решений. какие-то антизаторы есть. И вот я не могу сказать, я хочу сказать, что в принципе,